Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева, я создатель и владелец сети студии перманентного макияжа. В этом коротком видео я расскажу вам про 5 ошибок начинающих мастеров. Первая ошибка – это страх кожи, то есть страх вообще приступить к работе. И часто мастер работает слишком поверхностно, он кожу повреждает, но пигмент в кожу не вносит. То есть надо найти правильную глубину, на которой пигмент остается. И это можно сделать постоянно проверяя. Провел чуть-чуть, проверил, проверил, ну как бы снова и снова, пока ты не понял, на какой глубине пигмент остается. Это в принципе на любой зоне работает. И потом вот именно с этим же самым усилием, с этой же скоростью мастер должен прокрашивать остальную поверхность. Что я часто наблюдаю у своих мастеров, они усердно машут, то есть эта видимость работы такая создается. В итоге кожа травмируется, пигментов в коже нету, а из кожи создается фарш. И потом вообще уже не положить, появляется отек, болезненность, анестезия перестает работать. Во-первых, клиент лежит уже 2 часа, работа недоделана, и в итоге все, все недовольны. Мастер с собой, клиент его работой. Важно очень в самом начале правильно понять, на какой глубине работать, и вот с этим усилием продолжать работать. Еще одна большая ошибка, это когда мастер работает, допустим, на бровях открытым черным цветом, либо есть такие еще красно-коричневые цвета. Таких в природе на лице нет, и это выглядит очень ненатурально, и не надо работать такими цветами. Черный вообще исключен даже на веках. На веках мы его миксуем пополам, если это перманентный пигмент, то он, там идет такая сразу смесь, чтобы он не ушел в синеву. Если это просто черный на веке, допустим, из татуировочных пигментов, их очень много, ими очень многие мастера работают, то его надо миксовать напополам с таким красно-кирпично-коричневым каким-нибудь цветом густым, чтобы не ушел в синий очень быстро. Третья ошибка, это заглубление. Если мастер заглубляется на любой зоне, это плохо, это печально, и это выглядит некрасиво, и это сложно исправить. Если заглубление на бровях, то цвет приобретает любой пигмент, он становится таким сизо-синевато-баклажановым, каким-то такой некрасивым. В каждой коже он по-разному немножко выглядит, но в любом случае таких цветов на бровях не бывает. Если это веки, то это чревато подтеком, когда в сосуд попал и растекается такой кляксой, она может и вот здесь сверху быть, и вот здесь в уголке. Кстати, на глазах это тоже ошибка, которую нельзя совершать, соединять уголок, верхний и нижний, потому что в этой части чаще всего случаются такие подтеки. Травматичная работа, ну, заглубление на губах выглядит такими фиолетовыми синяками, которые можно убрать только лазером, они будут 10 лет, сами не уйдут. Четвертая ошибка – это несоблюдение асептики-антисептики. Но не знаю, кто сейчас работает неодноразовыми инструментами, не делайте этого. Это очень плохо, это может привести к заражению инфекционными какими-то заболеваниями вашего клиента. Ну, так нельзя работать. Помните о том, что в ваших руках здоровье ваших клиентов. Они могут не узнать о том, что вы работали неодноразовыми инструментами, но это ужасно так делать. Пятое и чуть ли не самое важное – это красивость и симметричность работы. То есть прежде чем начинать работать на лицах, нарисуйте сотни эскизов, посетите курсы визажа, пересмотрите курс. В интернете есть очень много уроков по визажу, как украсить лицо правильное, правила по работе с разной формой лиц. То есть там очень много сейчас информации на вся в открытом доступе. Не начинайте рисовать сразу какие-то кляксы, непонятные вещи на лицах. Это практически непоправимо, это очень долго и нудно сводится лазером. Ну, не делайте так. Ошибок на самом деле гораздо больше. Я сейчас рассказала о том, что первое пришло мне в голову. Мы в наших видеоуроках стараемся рассказать максимально развернуто обо всем том, что сами знаем. Это видео, оно крайне доступно. Оно стоит на самом деле дешевле, чем процедура перманентного макияжа. В нем собран опыт наш многих лет постоянной работы. И я вам очень рекомендую его посмотреть, потому что я бы удавилась просто за такое видео, когда начинала работать. Переходите на наш сайт и ждите новых видео. Всем пока!